Политтехнолог Тарас Загородний. Тарас, привет, добрый день. Да, здравствуйте. Да, как всегда в машине. Ну что ж, и немного картинка висит. Ну, посмотрим. Будем воспринимать тебя как фотографию. Как бы ты оценил визит Зеленского во Францию и в Британию? Ну, очень хороший. Он же до этого еще был в Германии. Там же Германия, я вижу, уже сильно поменяла свою позицию. Даже какое-то такое социалистическое соревнование есть между Британией и, как бы сказали в Советском Союзе, между Британией и Германией по передаче оружия. Германия выделила беспрецедентный пакет. Таких размеров пакета они раньше не делали. Немцы даже уже заходят в производство в Украине. Не, по крайней мере, было оглашено о создании совместного предприятия на территории Украины. То есть Германия, видимо, решила уже делать свой разворот и успеть войти тоже в Восточную Европу. Потому что все-таки британцы и американцы активно ее оттесняли. Но по объективным причинам. Потому что немцы еще три месяца уговаривали, ну, как и старая Европа, три месяца фактически уговаривали Украину сдаться. И достаточно так, вяло они реагировали на поставки вооружения. А теперь решили поменять свою позицию. И это очень хорошо в действительности. По Британии заявлено, по крайней мере, о поставке дополнительного вооружения дальностью 200 километров. Что очень нам нужно. Мы, кстати, видим уже результаты, когда в Луганске, в глубоком тылу Россия начинает вдруг взрываться склады. И другие неприятные, случаются неприятные вещи. Чего они сильно не ожидали. И это очень хорошо, очень позитивная динамика. И в любом случае приезд Зеленского в Европу, тем более старую Европу, это лишний раз напомнить европейцам и вообще миру, что идет война. Потому что, к сожалению, война для европейцев стала рутиной. И она немного отодвигается все-таки медийно с первых полос. Шок, например, был от Бучи. И в две недели ее обсуждали. А дальнейшие жертвы, которые, в принципе, в том же Изюме сопоставимы были с Бучей, они уже, к сожалению, шли как статистика. И поэтому постоянно нужно о себе напоминать и пользоваться, пользоваться динамикой, в первую очередь, Британии. Потому что, если смотреть на связку Британия-США, все-таки главным двигателем и главным мотором, в том числе направлении США, является все-таки Британия. И Британия, ну, есть там свой интерес в том числе, по многим направлениям. Но я считаю, что позитивно. Давай теперь посмотрим сюжеты. Не забудем про них. Ну, они удивительные, конечно. Правая рука Кадырова. Апти Алаудинов призвал русских срочно размножаться. Давай посмотрим. Знаете-ка, на самом деле, мы с вами должны понять, что реально человечество сегодня шагнуло за 8 миллиардов человек. Уже на планете Земля получается более 8 миллиардов человек. И мы с вами, представители Российской Федерации, декларируем, что у нас население 148 миллионов человек. В Российской Федерации в общей сложности. Мы с вами, получается, являемся хозяевами, населяющими одну шестую планету Земля. Где находится большая часть сырьевых ресурсов, значит, пресной воды. По сути своей, у нас в стране есть все. И мы с вами должны понимать, что если мы не будем размножаться, если русские, как нация, которая, по сути своей, является государствообразующей, если русские не начнут рожать детей, по сути, через 50-100 лет русские будут, наверное, уже умирающим народом. Что невыгодно нам, представителям остальных народов, которые у нас есть в России. Главная задача русских сегодня, наравне с тем же, как и победить в этой войне, главная задача, это рожать детей для того, чтобы... Геометрическая прогрессия по расширению нашего населения, которое должно, по сути своей, и владеть этими землями, и управлять этим государством, и, как говорится, обеспечивать сохранность нашего государства. Если этого не будет, то, по сути своей, русские будут уже вымирающим народом. Поэтому, конечно, у меня призыв к русским, как к народу, вы должны делать все для того, чтобы у вас были семьи, в которых будет минимум пять детей. Почему у русских называлась семья семью? Это семья. Отец, мать и минимум пять детей. Это называлось семью. Мы не будем это обсуждать, я не хочу. Ну, вот он это сказал, потому что все, что бы ты ни сказал, ну, или я, это будет вторично. Я вот другую новость тебе хочу сказать, которую мы обсуждали с Андрюшей Архангельским, который был до тебя, потому что это действительно новость важная. Значит, 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 короче говоря, с 17-го числа полетит какая-то таинственная компания российская, прямой рейс в Тбилиси. Все. Ну, посмотрим, пролетит ли они, потому что все-таки Евросоюз, американцы пригрозили все-таки Грузии осложнение отношений, если такое случится. Вот, посмотрим, полетит она или нет. Если полетит... Полетит, а почему ты считаешь, что они не должны... Вот, пожалуйста, Грузия разрешила российской авиакомпании «Азимут» совершать прямые рейсы в страну уже с 17-го мая. Все? Нет, ну, это все правильно. Они могут разрешать все, что угодно. Тут воздушное пространство Грузии даст разрешение садиться или не даст садиться? Тут вот этот главный вопрос. Грузия разрешила? Я только что прочитал. Ну, я думаю, что грузинская власть решила рискнуть снова. Но первого раза не хватило, видимо, после протестов вокруг закона о бинагентах. Они решили еще раз рискнуть, еще раз посмотреть, чем это все закончится. Ну, я думаю, что это печально закончится для грузинской власти, потому что это явное нарушение такого вот фронта. Это явная попытка, пока точнее демонстративная, я бы сказал, плевок в адрес, в первую очередь, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. А там люди серьезные, они сначала предупреждают очень вежливо, а потом делают очень невежливо. Согласен с тобой. Давай дальше смотреть, как настоящий российский патриот в Австралии ругает полицейских за то, что те проверили у него документы. Давай послушаем. Вот, это полицейский произвол, бля. Мусора вонючие, бля. Давай, давай, снимай. Женьки, смотри, меня шманают конкретно, бля. Слава России, мусора и пи***цы. Сука, козлы. Сука, козлы. Это первый раз, в самом деле, я остановился. Хменька. Я считаю, что это прекрасно. Ты даже улыбнулся. Не, ну, какой-то... Ну, цивилизованная страна, человек пока ничего не нарушал. Поэтому обыскали. Но в традиционной русской манере... Смотрите, по-русски-то он их ругал. А что ты по-английски их не ругал? Чтобы они тебя понимали. Потому что понимал, что это закончится очень печально для него. Поэтому, ну, обычное, знаете, обычное русское хамство, приехать в свободную, нормальную страну. У американцев очень есть хороший термин в таких отношениях. Злоупотребление демократией. Когда демократия подразумевает собой еще понимание не только свобод, но и обязанности. Да, обязанности быть гражданином. А когда ты себя ведешь как хамло, в конце концов, все равно для тебя плохо заканчивается. Давай дальше смотреть. Мы вот давно с тобой не смотрели сюжеты про жен мобилизованных. Вот давай послушаем одну из них. Меня зовут Ананина Наталья Анатольевна. Я жена мобилизованного Ананина Михаила Николаевича. Мобилизовали моего мужа 22 сентября 2022 года. В зону СВУ он отправился 3 ноября. До 24 января он находился на связи. 24 января муж отправился в наступление на Угледар. С тех пор муж считается без вести пропавшим. За январь месяц мне приходила зарплата за него и боевые. И с февраля месяца прекратили всякие выплаты. То есть как без вести пропавший и как воюет он там или нет, денег никаких не поступает. В 4 месяц я нахожусь без денежного довольствия мужа. И я обращалась в Министерство обороны, обращалась в ЕРЦ, обращалась в воинские части. Я писала обращение в прокуратуру и писала обращение уполномоченным по правам человека и в Красный Крест. Но ответы приходили, что ждите, что не можем его найти, что числится без вести пропавший. Ну это все понятно. Но 4 месяц нет никаких выплат за него и ничего не известно. Я уже даже летала в Ростов, в центр, отвозила лично ДНК туда. Никто ничего не знает. Я прошу помочь мне в моей проблеме. Ну вот так, через телевидение, через все вот это вот, вот такое вот. Ну торговля мясом, торговля мясом, то что называется в данном случае, отослала мужа. С особого беспокойства, кстати, не увидел, что там погиб, не погиб. Ну один раз ездила ДНК, главное, что деньги давали. Ну это обычная история, в принципе, Путина играет, вот мы недооцениваем вот эти. Вот для нас это дико, когда жена отправляет там мужа на убой фактически, да. А Путин довел россиян, вот деклассированную часть населения, очень, кстати, значительную, до такого состояния, что они отправляют своих мужей вот с таким пониманием, так а что он дома сидит, все равно сопьется, либо сядет в тюрьму, пусть пойдет и заработает деньги, но если убьют, то тоже что-то получу. Но тут вот как раз незадача получилась. Они же часто не объявляют убитым человеком, говорят, ну пропал без вести. А пропал без вести, это такое понятие, это ни туда, ни сюда. И теперь тебе и денег не дают, и выплаты тебе не положены. Ну, как всегда, то есть российское государство поступает со своими гражданами, как они на то заслужили. Ну давай теперь посмотрим, собственно, на российского солдата, на прозрение. Давай посмотрим. И такие случаи, братцы, они не единичны, да. Вот у меня ребята есть, кто в госпиталях просто лежал, да, с пулевыми ранениями, ждал, пока эти ранения затянутся. Ими там, ну, фактически толком не занимались, да. И вот они вышли с госпиталей и поехали в свои родные города с бумажками о ранении, чтобы получить реабилитацию. На что им военкоматы отвечают, что вагнерам, там, подразделениям другим, там, народной милиции ДНР никому не помогают, помогают только Министерству обороны. Мне вот, блядь, вообще непонятно. Мы одно дело делаем? Или чем мы вообще занимаемся, блядь? Было начинать это СВО, если такое отношение? Блядь, вообще вот просто я не понимаю. Ну вот, не боится, говорит, понимаешь, не боится ответственности, что сядет или что-нибудь, встанет, обвинят. Это можно считать каким-то индикатором чего-то или нет? Я считаю, что нет. Это, ну, где-то будут недовольны. Ну, массово, массово, то есть мы не видим таких вот выступлений. То есть если бы они сильно были недовольны, то я думаю, что это... Ну, какое-то глухое недовольство, конечно, есть, потому что российская власть на это реагирует. Она ужесточает все-таки законодательство, старается сократить возможные информационные... Информацию, в том числе, что происходит реально на войне. Ну, это единичный случай такой, который погода не делает. Но, в принципе, оно... Ну, смотрите, Путин же, Путин же ничего не делает того, что не хочет в действительности российский народ. А российский народ... Кто у российского народа является любимцами? Является Сталин, является Грозный, ну и остальные сатрапы, которые как раз к людям относились как, ну, к говну, извиняюсь за выражение. Вот таких вот они любят. И, соответственно, Путин абсолютно делает то, что хочет российский народ. Вот. И своей массе им это, в принципе, нравится. Давай посмотрим еще у нас два видео. Я хочу, чтобы мы успели. Вот мама, которую мы смотрели, она, значит, говорит, что не может сына найти. А теперь посмотри. Ну, как бы это не она сейчас будет на экране, но это, знаешь, как говорят, как это, приквел, да? Когда то, что происходит, было до этого. Посмотри. Давайте подумаем. Ну, вот такая вот тетенька. Скажи буквально два предложения, потому что мы много раз это обсуждали, а я еще про Лукашенко хочу тебе показать. Ну, обычная, типичная россиянка. Аморфная. Мне сказали, я послала. То, что ты родила этого ребенка, то, что ты вынашивал его 9 месяцев, потом растила. Ну, государство сказало, я это отослал. Ну, это еще раз говорит о том, что еще Путин добился глобального эксперимента в россиянах. Он убил эмпатию даже на уровне семей. Вот помните, какая вот реакция была вот в 90-е, когда была война в Чечне. Все-таки мамы бегали, да, вытаскивали этих солдат. Но в Первую Чеченскую войну бегали, вытаскивали. То есть, по крайней мере, хоть какие-то человеческие чувства можно было видеть. Это логично было. А теперь вот за 20 лет уровень моральной деградации такой, что у них отсутствует эмпатия даже уже на уровне матери и ребенка. И последнее. Значит, Лукашенко уже появился, но он появился во время того, как мы готовили передачу. Значит, он шестой день не появлялся на людях и не делал никаких заявлений. И мы решили спросить украинцев, что они об этом думают и где находится Александр Григорьевич. В принципе, то, что я читала в новостях, в большинстве говорит, что он заболел. Не сказать, что это стопроцентная информация, но предполагаю, что так может быть. Что-то со здоровьем. Тем более, столько стресса из-за войны. Так что сказать, что он чувствует себя плохо, это 100%, я так думаю. Может, у него свои какие-то мысли, чтобы пропасть на время. Кто его знает? Он же любит Путину говорить, что да-да-да, а у нас потом делает совсем другое. То есть, тут, может, подошел такой момент, когда уже надо окончательно принимать решение, но он решил спетлять. Может быть. Тут могли отравить, но вряд ли. А может, действительно у него со здоровьем что-то. То, что я читала, он обратился к врачу. Но, скажем так, говорят. И возраст, и стресс. Может, еще что-то интересное. Увидим. Может быть, тоже скрылся? Ну а что? Им, в принципе, особо многое не нужно. Любой шорох, и они прячутся. Я думаю, что он сбежал. Он боится, что народ восстанет и просто сотрет его с лица земли. Это мое мнение. Ну, может, сдох уже, извиняюсь. Ну, там потом, если что, сдох уже. Ну, из песни слов не выкинешь. Но будем надеяться, что он ушел в иные меры. Нечего тут делать уже. Пусть белорусский народ уже спокойно начинает вставать от этого всего. Развивается. И вместе с нами движется Европу к нормальной жизни. Вообще не знаю, что с ним могло случиться. Но допускаю, что, возможно, и отравили. Ну вот, пожалуйста, давай так. Скажи, у нас просто заканчивается время. Скажи про Лукашенко. Он опять возвращается, как полагается президенту, да? Нет, ну я не исключаю, что все-таки со здоровьем что-то было. Все-таки человек немолодой. Но, опять же, Лукашенко все-таки у него нет таких вредных привычек, как у Ельцина, например. Пьянство не замечено, спортом занимается. То есть я думаю, что, в принципе, если что-то не случится, именно такая попытка физического устранения, то лет 10 он еще может протянуть, если, опять же, что-то экстраординарное не случится. Например, он не даст приказ напасть на Украину уже официально. Тогда я думаю, что его уже личные генералы могут придушить, потому что они знают настроение белорусов, которые категорически не хотят воевать. Спасибо тебе большое, Тарас. Очень рад, что ты к нам присоединился. Тарас Загородний. Всегда ждем, всегда ценим. Спасибо большое.